МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа Новости 24 в студии Атикат Магомедова. И вот что у нас на этот час. Рамазан Абдулатипо присутствовал на 12-й сессии Народного собрания. Какие итоги подвел глава Дагестана в сегодняшнем выпуске? Резкие похолодания. Будет ли зима холоднее, чем в прошлом году? Сегодня прошла 12-я сессия Народного собрания. Несмотря на ожидания присутствующих, вопрос по временно исполняющему обязанности главы республики так и не был затронут. Возможно, потому, что Кремль пока не определился с кандидатом на высший политический пост республики. Ума Ибрагимова разобралась ситуация. Вирическая мелодия гимнов России и Дагестана в этот день были как нельзя кстати. Кто-то в ожидании назначения временно исполняющего главы республики, иные сожаления. Отставки главы. Зал был полом, присутствовали как депутаты, так и приглашенные гости. Атмосфера была напряженной. До тех пор, пока спикер Народного собрания Хизришев Саидов не объявил, что повестка дня не поменялась. Все как обычно, Анатолий Карибов выступает с закладом. Рассказывает об условиях для инвалидов. Мы работаем и по направлению доступная среда. В ведущих учреждениях здравоохранения есть созданы эти условия. У нас есть из поступивших автобусов 8 автобусов с учетом требований инвалидов. Присутствовавший на сессии Рамазан Абулатипов прокомментировал слова Карибова. Глава отметил, если что-то делается для дагестанцев, нужно прежде всего узнать, дошла ли до них эта помощь. Махмотов говорил, что в Советском Союзе все для человека, во имя человека. Вот один из северных представителей народа, или южных, поехал на съезд партии, и у него, когда у него русы, спрашивает, ну что там сказали? Сказали, что все для человека, во имя человека. Конечно же, несмотря на то, что тема назначения на пост главы затронута не была, сам Абулатипов поблагодарил всех присутствующих и дагестанцев и подвел итоги. Спасибо всем депутатам, руководству, Хызле Исаевичу, депутатам всех уровней, всем дагестанцам. Но количество тех, кто понимает то, что мы делали, сегодня больше, чем их было 4 года, 9 месяцев тому назад. А теперь, пока я ехал после подачи заявлений из Москвы до Махачкала, я понял, если тебе что-то удалось сделать, конечно, тысячи дел еще не сделали. Если тебе что-то удалось сделать, и когда ты читаешь высказывания людей о том, что ты сделал, или даже они хотели, чтобы это было сделано, когда ты получаешь тысячи смс-ек и звонков, даже от тех людей, которые тебя свергали, я начал ловить больше удовлетворения и вдохновения от того, что я ухожу. Объявили также о досрочном прекращении полномочий депутатов, назначенных главами муниципалитетов, а также о назначении мирового судей судебного участка номер 103 в городе Каспийск. Им стал Хизри Мирзаев. В Дагестане вскоре будет объявлен новый министр по делам молодежи. Им, возможно, будет назначен 32-летний депутат Народного собрания Республики Магомед Курбанов. Такую новость сообщает проверенный источник нашего телеканала. Курбанов курирует комитет по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму. Магомед Курбанов сообщил, что указа о его назначении на эту должность еще нет, но и не опроверг эту информацию. Напомним, экс-министр Арсен Гаджи упадал в отставку в связи с уходом главы Республики Рамазана Абдулатипова. Первый осенний месяц оказался для Махачкалы весьма теплым. Температура воздуха была заметна выше многолетних норм. Но с наступлением октября в столице Республики и в ряде других городов и районов резко установились по-настоящему осенние дни. О том, какой будет осень в этом году, расскажет Зумруд Гамидова. Дождь, ветер, а временами снег. Именно такая погода ожидает дагестанцев в ближайшие дни. Гидромедцентр уверяет, что это норма. Резкого похолодания, по словам синоптиков, не произошло. Дело в том, что сентябрь оказался не по-есеннему теплым. У нас был аномальный теплый сентябрь, и причем осадку почти не упадало. И, соответственно, какая погода в ближайшие дни. Сейчас мы находимся под воздействием, как и сказал, северного воздушного массы. Пошло понижение температуры и на высотах. И, соответственно, сейчас она будет настоящая осенная погода. Хотя у нас сентябрь месяц осенний, но получилось, что осень в Дагестане началась где-то 23 числа. То есть, по сути, сейчас погода, которая стоит за... Это настоящая, характерная для осени. То есть, в Дагестане наступила осень. Жителям республики к причудам природы не привыкать. Что касается зимы, то средняя температура воздуха в предстоящую зиму будет примерно такой же, как и в предыдущие годы. Таких сильных холодов, какие были в 50-е годы, сейчас уже не будет. Самым холодным месяцем по ожиданиям будет февраль. По этому прогнозу Дагестан особо аномалий мы не ждем. Наоборот, октябрь, ноябрь ожидают температуры в высшей норме. Декабрь будет, соответственно, многолет в норме. Январь тоже чуть в высшей норме. Единственное, там получается, по прогнозу, долгосрочному феврал будет холодный. В ближайшие сутки в Махачкале продолжатся действия холодного арктического воздуха с осадками. В субботу ожидается прояснение. Однако уже в воскресенье стоит ожидать смены погоды. Никаких аномальных погодных условий в республике не наблюдается. Немного с опозданием, но наступила самая настоящая осень. Зумруд Гамидова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Конкурс чтецов стихов и прозы Расула Гамзатова прошел в гуманитарно-педагогическом колледже Махачкалы. 28 школьников и студентов из образовательных учреждений столицы вспоминали великого дагестанского поэта. Мой отец был не из тех, кто размокает от капли дождя или высыхает от легкого дуновения. Мой отец был простым работником, в нем жили все привычки и все качества нашего народа. Участники декламировали известные произведения Расула Гамзатова, посвященные родной земле, мужеству и героизму горцев. Звучали и его лирические творения, посвященные матери, женщине, друзьям и родному языку. Всем участникам вручили грамоты, а лучшие выступающие удостоились ценных подарков. Члены Союза писателей и выдающиеся преподаватели литературы и словесности вспоминали, каким был гений, воспевавший на весь мир страну гор. Много мы говорим о Гамзатове и будем говорить, мы говорим, что это поэт эпохи, это мировой поэт, который прославил наш Дагестан во всем мире. При этом нужно не забывать о том, что Расул Гамзатов прославил весь Дагестан на весь мир, но Расула Гамзатова дал миру наш Дагестан. В селе Бамат-Юрт Хасавюртовского района был проложен мост. Этого события жители села ждали 7 лет. Усилиями местного джамата и при поддержке администрации села всю работу удалось закончить за короткий срок. Усилиями местного джамата и при поддержке администрации села за короткий срок удалось закончить всю работу. Меньше чем за месяц мост был уже готов к эксплуатации. По этому случаю состоялось праздничное мероприятие, в котором приняли участие общественные религиозные деятели, спортсмены и жители всего села Бамат-Юрт. В джума мечети собрались, остались, сообщили односельчанам, что такое-такое дело мы хотим начать. Очень тогда желание село нас поддержало, жители поддержали и начали строить. Буквально за месяц мы, как вы видите, построили мост. Были и трудности, и проблемы финансовые. Мухарам является одним из высокопочтимых священных для мусульман месяцев. А самым ценным днем месяца Мухарам является 10-й день Ашура, который в этом году выпадает на 30 сентября. В этот день раздают сады, радуют детей, близких, читают Коран и совершают богоугодные дела. В исламском календаре встречаются не только великие месяцы, но и высокочтимые дни, которые желательно проводить в усиленном богослужении. 10-й день месяца Мухарам Ашура – один из них. И самым лучшим деянием в этот день является соблюдение поста. Или же 9-й день за день до Ашура, или же 11-й день, следующий день, чтобы совмещали вместе с днем Ашура. Это является сунной. И один пост из месяца Мухарам, согласно хадисам, сравнивается с 30 днями поста. И после месяца Рамадан одним из самых высокочтимых для поста является месяц Мухарам, говорится, хадис от Табрани. Каждый из мусульман без сомнения знает, когда наступают главные исламские праздники. Но, как утверждает ученый Богослова, не менее важно знать, когда наступают и такие высокочтимые дни, как день Ашура. Ведь с этим днем связано множество наиважнейших событий в истории. Он знаменуется тем, что очень много разных событий в мире произошло именно в этот день. То есть начало создания земли, курс, арш, большие такие признаки, аламаты, которые Всевышний Аллах сотворил, Он сотворил их в этот день. И судный день тоже, говорится, что наступит именно в день Ашура. В общем, знать необходимые эти даты, знать об этих числах. Почему? Потому что все события в календаре, которые происходят, важные моменты, они нас как бы заставляют, подталкивают к тому, чтобы мы начали делать хорошие поступки. То есть в мирской суете мы, может быть, начинаем забываться, немного отходим от религиозных канонов, где-то мы упускаем, слабеем, вера наша слабеет. И такие даты, они нас подгоняют, они нам напоминают о том, что мы рабы Всевышнего Аллаха. На день Ашура приходится немало событий, связанных с пророками. Корабль пророка Нуха в этот день причалил горе Джуди после всемирного потопа. Пророк Муса и его последователи спаслись от преследования фараона. В этот день произошло и множество других важных событий. Ашура является особенным днем, поэтому, по мнению ученых-богословов, к нему нельзя относиться беспечно. Если нам не безразлично, когда наступают важные исламские дни, достаточно приобрести мусульманский календарь, с помощью которого мы сможем не только узнать, когда наступают важные даты, но и получить о них краткую, полезную информацию. Абдулла Алиевна, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И к концу выпуска курс валют на завтра. Доллар 58 рублей 42 копейки, евро 68 рублей 64 копейки. Это были все новости на этот час. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте nnttv.ru. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова